Де-факто на телеканале Беларусь 4 события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. За неделю новое ДТП и наезды на пешеходов в целях предупреждения аварии ГАИ проводит акцию пьяному не место за рулем. Ударил по лицу, избил и получил 10 лет колонии усиленного режима. Суд огласил приговор Гомельчанину, который до смерти избил своего знакомого. Просил продать в долг настойку пустырника и в итоге разбил витрину аптеки, когда от пьянства до хулиганства один шаг. Трагическая рыбалка Вероника Гомельчукова узнала подробности утопления рыбака в заливе Сожа и побывала в рейде со спасателями. О том, что делать, если видишь утопающего и какова степень готовности спасателей к возможным февральским похолоданиям, поговорим с инженером по охране труда Гомельской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным. И начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В Добрыше заместитель директора профессионального политехнического лицея выпал из окна четвертого этажа. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в Добрышскую районную больницу. Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна административного здания учебного заведения, в котором работал. Сотрудники РОВД проводят проверку. Крупное нарушение выявили сотрудники Гомельской таможни. В Ветковском районе они остановили пять фур, в которых перевозилась соя и пшеница на 80 тысяч белорусских рублей. При изучении груза транспортных средств было установлено, что вес сои превысил указанный в документах на 90 тонн. По двум транспортным средствам сведения о весе товара и вовсе отсутствовали. 30 тонн пшеницы перевозились без фитосанитарного сертификата. В Мозере совершено разбойное нападение на супругов в их собственной квартире. Женщина открыла двери двоим незнакомцам, которые представились сотрудниками спецподразделения, после чего семейная чета была связана, а их сбережения похищены. После того, как мужчины в масках покинули квартиру, женщина смогла самостоятельно освободиться и позвонила в милицию. Нападавшим удалось скрыться. Все наряды милиции ориентированы на розыск неизвестных. В Реческом районе в субботу под колесами БМВ оказался пешеход. Трагедия произошла около 11 вечера на 25-м километре автодороги Речи Салоев. Мужчина внезапно вышел на проезжую часть. В результате происшествия пешеход погиб на месте ДТП. С начала текущего года это уже 11 наезд на пешеходов, совершенный на территории Гомельской области. Пять человек погибли и шесть получили телесное повреждение. В Лоевском районе произошло лобовое столкновение. 28-летняя девушка-водитель Форда Мандео при осуществлении обгона попутно двигавшегося грузовика выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Ауди А4, которым управлял 43-летний мужчина. После удара обе машины откинула в кювет. В результате ДТП девушку госпитализировали. Специальное профилактическое мероприятие ГАИ «Пьяному не место за рулем» проводится на территории Гомельской области. Цель комплексной работы нарядов ДПС – профилактика ДТП с участием нетрезвых водителей. По их вине в 2019 году совершено 62 дорожно-транспортных происшествия. 16 человек в них погибли, 65 оказались в больнице. Всего же в регионе за этот период было выявлено почти 3300 пьяных автомобилистов. На пожаре в Октябрьском районе погибли два человека. Возгорание дома в деревне Зарижье произошло около 17 часов. К месту происшествия выехали спасатели. Огнем повреждено потолочное перекрытие дома, стены, а также имущество в доме. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз погибших. На пожаре в городе Василевич Речевского района работники МЧС спасли хозяина квартиры. Когда спасатели прибыли на место, балкон на втором этаже горел открытым пламенем. При проведении разведки в горящей квартире на кровати был обнаружен и спасен хозяин. Его госпитализировали. В результате пожара повреждено имущество и балконная рама. Рассматриваемая версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем. Перевозку нелегального груза весом в 15 тонн и стоимостью около 2000 рублей пресекли сотрудники милиции в зоне отселения Ветковского района. Неподалеку от деревни Бартоломеевка водитель автомобиля МАЗ перевозил в кузове машины лом черного и цветного металла. Когда служебный автомобиль преградил ему дорогу, нарушитель, понимая, что поездка закончилась, остановился и заглушил двигатель. Гомельчанин, который убил приятеля ударом по лицу, приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также он должен выплатить родному брату, потерпевшего 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, инцидент произошел 14 сентября прошлого года в областном центре. 42-летний хозяин дома, проживающий на улице Циолковского, ранее судимый за совершение хулиганства и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, пригласил в гости приятеля 39-летнего гомельчанина. После совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Хозяин дома ударил гостя кулаком в лицо, а травм мужчина умер на месте происшествия. Алкоголь и хулиганство во все времена шли бок о бок. Спиртное негативно действует на психику человека и часто лишает его способности объективно относиться к ситуации. Преступления, совершаемые пьяными людьми, нередко являются абсурдными, а их мотивы непонятными для окружающих. Порой в причинах своих действий не могут разобраться даже сами нарушители закона. Статистика преступления 2020-го уже знает такие примеры. Подробнее в следующем материале. На прошлой неделе мозыльские милиционеры задержали хулигана, который разбил стекло витрины в одной из аптек районного центра. Инцидент произошел во второй половине дня, а виной всему послужило неудержимое желание взрослого мужчины во что бы то ни стало поправить здоровье спиртосодержащим лекарством. В ходе разверательства было установлено, что провизор аптеки отказалась дать пьяному хулигану одну бутылку боярышника, так как у мужчины при себе не имелось денежных средств. Придя в ярость, мужчина нанес удар рукой стекло витрины и оно разбилось. Посетитель вышел из помещения на улицу и сразу же был задержан сотрудниками милиции. Двумя днями ранее похожая картина наблюдалась в Ельском районе. В деревне Зашире поздним вечером в местный продуктовый магазин наведался нигде не работающий сельчанин. Изрядно выпивший покупатель требовал дать ему бутылку пива. Разумеется, денег с собой у него тоже не было. После того, как продавец отказался записать товар на вексель, 38-летний мужчина пришел в ярость и сбросил с прилавка торговые весы, а затем разбросал по торговому залу кондитерские изделия. Хулиганство – это один из наиболее распространенных видов преступлений. Согласно статистике, наибольшее количество приходится на ночное и вечернее время суток. Одним из основных факторов, располагающих к совершению данного вида преступлений, выступает состояние алкогольного пьянения. И тут стоит помнить, что любые умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, уголовным законом квалифицируются как уголовно наказуемое деяние. Ответственность наступает даже тогда, когда при совершении хулиганства никто, кроме самого правонарушителя, не присутствует. Однако он должен сознавать, что результат его действий все равно станет очевиден. В ночь с 4 на 5 января гомельчанину, который возвращался домой, не понравился стоящий во дворе 107-го дома на улице Советской легковой автомобиль. Сложно сказать, что подтолкнуло 30-летнего парня к необъяснимой агрессии, но после того, как он выпустил пар, «Опель» остался без боковых зеркал. Только благодаря профессиональным действиям специалиста Госкомитета судебных экспертиз и следователя, прибывших в составе опергруппы на место происшествия, хулигана удалось установить. Объяснить свой поступок мужчина не смог. А вот история, произошедшая на Рождество. Четырех 30-летних друзей в тот день ни боярышник, ни пиво не интересовали. Они решились на игру по-крупному. Зайдя в один из супермаркетов Гомеля мужчины попытались похитить несколько бутылок элитного виски. И, надо сказать, им это удалось. Один из подозреваемых заходил в магазин, выбирал дорогостоящие спиртные напитки, клал их себе в корзинку якобы, чтобы собирать их купить. После этого находил место тайное в магазине, которое плохо просматривается камерами, где не будет видно, что он там перекладывал эти спиртные. Прятался там, ждал другого человека. Другой человек подходил с рюкзаком. Они тихонько перекладывали из корзинки в рюкзак эти спиртные напитки и мимо кассы выходили из магазина, чтобы их не увидели охранники. И вот так несколько раз сходили. И когда охранники увидели по видеонаблюдению, что несколько люди выходят подозрительно, стали за ними наблюдать. И вот так в один из раз, когда они выходили, их и они задержали. Прямо на месте преступления с поличными. В 2019 году людьми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, совершено 2890 преступлений. 570 из них – это хулиганство. К слову, в 2020-м таких нарушений уже зафиксировано три десятка. Зима в этом году разочаровывает любителей зимней рыбалки. Отсутствие морозов не позволяет льду набрать необходимую толщину. Однако некоторые из рыбаков все же подвергают себя опасности. Отдельные случаи заканчиваются смертельным исходом. О том, как избежать ненужного риска и обезопасить себя в репортаже нашего корреспондента Вероники Гомзюковой. Печальную статистику ушедших под лед рыбаков в этом году открыл 53-летний безработный гомельчанин. Утром 19 января он взял топор, удочку и сказал оставшемуся дома отцу, что пойдет на рыбалку. После чего мужчина отправился к заливу Сажани, подалеку от песчаного карьера Осовцы. В 10.34 даже я точно помню время поступил сигнал от МЧС сообщением, что очевидцы обнаружили в районе Осовцов в заливе от реки Сож полынью проломанную и около нее вещи. Ну, какие-то. Ну, в соответствии с инструкциями нашими мы выехали сразу же по тревоге на лодке к месту происшествия. По прибытию к этому месту нас встретили, ну, очевидцы, два мужчины, которые провели нас, показали это место. По пути, по следованию к месту происшествия, ну, как у нас это положено, водолаз оделся уже по тревоге, то есть был готов к подводному положению. Подъехали к месту происшествия, ну, и увидели эту полынью. Водолаз туда, ну, погрузился. Там у полыньи увидели, на полынье лежал топор, пороломная полынья и в полынье плавала удочка. Прибыли на место, обнаружили полынью, произвел водолазный спуск, обнаружил утонувшего, ну, и непосредственно вытащил его на берег. В каком состоянии уже был человек, то есть? Уже бесполезно, никакой помощи не оказывали, потому что уже времени прошло достаточно. Все зависит от глубины. И чем глубже, тем, естественно, опоры на ноги нету, тяжело вытащить на лед. Тоже так же было и здесь. Мы обнаружили, что он уже утонул, проломали дорожку к берегу и уже непосредственно потом его вытащили. Проверку по факту смерти человека проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Спасатели отмечают, что довольно часто остаться на поверхности любому ушедшему под лед рыбаку мешает паника. Человек начинает выбиваться из силы от неправильных действий при попытке выбраться на поверхность. После чего переохлаждается и тонет. Надо, значит, спокойно посмотреть, сориентироваться. Если в полынье, полыня небольшая, и можно оттолкнуться ногами, то есть спиной попытаться, то есть лечь как бы на лед, ногами от противоположной кромки оттолкнуться ногой, вот, чтобы заскользить на лед. Потом повернуться на животик и с той стороны, с которой заходил на лед, ползком, не поднимаясь на ноги, ползти к берегу. Если так сделать не получается, нужно локтями ломать лед, пока это удается, а затем на него залезть и двигаться к берегу. По правилам зимней рыбалки на лед толщиной до 7 сантиметров выход запрещен. Для группы людей эти цифры увеличиваются до 10-15 сантиметров. Самым опасным льдом считается первый и последний, когда близок ледоход. Рекомендуем рыбакам, которые идут на лед, любителям рыбной ловли, во-первых, собой при себе иметь пешню. Это специальное приспособление, которое проверяет толщину льда. Как правило, правильно проверить, то есть ударяете пешней в лед. Если с первого удара лед проломался, на него, ну, то есть пробился, на него заходить категорически запрещено. Если два-три удара лед выдержал, то на него одному человеку можно зайти. Еще рекомендуем при себе иметь всегда теплое питье. Понятно, никогда с собой никакого алкоголя, это запрещено. Брать с собой, рекомендуем, чтобы в ящике рыбака была веревка обязательно, при помощи которой он может оказать кому-то помощь, или ему же. Если он провалится, и будут рядом рыбаки, он скажет, что у меня в ящике с веревкой, и ему ее подадут, то есть он выберется. Также сотрудники АСФОД рекомендуют брать с собой так называемые спасалки. Эти приспособления похожи на отвертку. С помощью них рыбак может зацепиться за лед и выбраться из воды. Чтобы ледяная поверхность окрепла, необходимо более трех хороших морозных дней с температурой ниже 10 градусов для стоячего водоема или реки со слабым течением. В Гомельской области за 2019 год зафиксировано 55 случаев утопления людей. Шесть из них – рыбаки. Как правило, рыбаки, именно что касается подлёдного лова, очень часто стараются забраться так далеко, что их не видит глаз людской. Поэтому при проведении рейдов всевозможных работниками нашей организации проходят беседы, проводятся беседы с этими рыбаками, объясняются все ситуации возможные, как вести себя в этой ситуации, предупреждаем их, раздаем памятки, листовки. Проводим профилактическую беседу в плане того, чтобы обезопасить жизнь данных людей. На всех возможных водоемах расставлены таблички «Внимание, тонкий лёд». Сотрудники освода стараются выявлять секретные места рыбной ловли, проводят профилактические беседы, реагируют на это рыбаки по-разному. Кто-то соглашается, а другие всё же идут на ненужный риск. Достаточно много рыбаков, которые не берут спасательные жилеты и верёвки. Однако помните, помощь утопающим в первую очередь – дело рук самих утопающих. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Ни штормовое предупреждение, ни сложные погодные условия не пугают рыбаков. Как только выдаётся первая возможность, они всегда берутся за удочку, чтобы получить удовольствие. Но иногда в погоне за большим уловом переступают красную черту. Выходят на неокрепший лёд, забывают брать с собой спасательные средства, неправильно рассчитывают собственные силы и возможности. А ведь вода – это единственная стихия, которую ещё никто не победил. О том, как не стать её жертвой, что делать, если видишь утопающего, и какова степень готовности спасателей к возможным февральским похолоданиям. Поговорим с инженером по охране труда Гомельской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным. Владимир Емельянович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Когда речь идёт о спасении утопающего? Ведь часто люди являются очевидцами таких происшествий. Какова их роль в таких ситуациях и каков алгоритм действий? Что делать? Первое, что должен сделать человек, увидящий терпящего бедствия на льду, он должен оценить обстановку, степень рисков и немедленно сообщить сотрудникам МЧС в дежурной службе по телефону 101-112. Оперативный дежурный, оценив ситуацию, примет правильное решение, направит спасателей к месту происшествия. Даже если до приезда спасателей очевидцам удастся спасти этого человека, то всё равно нужно будет его обследовать в больнице, потому что он получает термический стресс, получается у человека. Переохлаждение. И переохлаждение. То есть счёт идёт на секунды. Счёт идёт на секунды. И тем раньше вы сообщите дежурному службе спасения, тем быстрее будут приняты те надлежащие меры, которые мы в состоянии принять. Потому что у нас дежурные находятся в круглосуточном режиме дежурства и готовы оказать помощь терпящему бедствия на воде и льду. Получается, что человек должен ещё правильно оценить и собственные силы, я имею в виду очевидца, чтобы не переоценить свои возможности и тоже, скажем так, не полезть в эту воду и... Естественно, чтобы оказывать помощь потерпевшему, нужно знать, на что вы способны. А если у вас несколько человек, то наиболее подготовленный должен принять на себя эту миссию поруководить теми товарищами, которые рядом с ним находятся. Если увидели какое-то орождение рядом находится, значит, нужно его разобрать. Там жерди какие-то, палки, верёвки... Наверняка были примеры вот... Были примеры, когда в Брагинском районе, в деревне, в городском посёлке Комарин прохожий услышал крики и зовы о помощи провалившегося под лёд. Он приблизился к этому водоёму, увидел, что у человека один подбородок торчит только с воды, он достаёт до дна, но стоит опустить ему бороду, и он начнёт уже захлебаться. Ну, то есть от перехлаждения эти судры могут случиться, и в любое время может человек уйти под... Но рядом находилось ограждение этого водоёма, он начал его разбирать, мостить дорожку к потерпевшему, и тем самым, благодаря тому, что он сориентировался, человек остался жив. Скажите, а по телефону спасатели дают рекомендации? Конечно, дают. Они расспрашивают, если есть такая возможность, они расспрашивают и подсказывают очевидцам, что нужно сделать, в первую очередь вызывают скорую помощь. То есть все службы сообщают во свод. Если есть такая возможность, во свод выезжает или на автотранспорте, или же по воде к месту происшествия, и тем самым мы сокращаем то время, сколько человек находится в воде. А если мороз, холодно, температура низкая, то очень мало у нас времени остаётся, чтобы человек не потерял сознание, не ушёл под лёд. Я знаю, что, чтобы выбраться изо льда, нужно как бы на спину перевернуться и попытаться оттолкнуться от тропки льда. Ну, прежде всего, провалившись под лёд, человек должен не паниковать, стабилизировать дыхание своё, как можно шире расставить руку, чтобы какое-то время ещё, пока он соображает, что ему нужно сделать, что он попал уже в чрезвычайную ситуацию, чтобы продержаться на льду. Если же он этого не сделает, то, к сожалению, если это происходит на реке, то человека утаскивают под лёд, и помочь ему практически уже невозможно. Только водолазы могут через какое-то время поднять тело потерпевшего. Синоптики прогнозируют на следующей неделе температуры то со знаком плюс, то со знаком минус, а значит, что образование тонкого слоя льда возможно. Какой в связи с этим дадите совет нашим телезрителям? Ну, прежде всего, это касается родителей, чтобы они не отпускали детей к водоёмам, какие бы там игры или подкормить птичек, которые водоплавающие остаются у нас на зимовку, чтобы они вместе с ними не выходили, потому что сегодня они вышли вместе с родителями, завтра они после школы, взяв своих товарищей, пойдут кормить. И когда вот такая погода, что то мороз, то вот теперь, в первую очередь начинается намерзание возле берега, и образуется такая корка льда, на которую дети выходят. К сожалению, бывали случаи в Брестской области, когда дети вышли покормить водоплавающую птицу, эта корка льда обвалилась, как мы называем, и балкончик, и потом несколько недель этих детей разыскивали водолазы. Это страшная трагедия, которая произошла, и не дай бог, чтобы она у нас произошла в нашей области. Поэтому еще раз обращаю к родителям, взрослым, которых вы видите, что дети продвигаются к водоему, остановитесь, спросите, отправьте их домой. Кто-нибудь остановит и ваших близких. Зима 2020. К сожалению, пока безо льда и снега, и все больше мы замечаем природных аномалий. Реки и озера до конца не замерзают, на юг не улетают водоплавающие птицы. Их подкармливают дети и взрослые. Какие правила нужно соблюдать при нахождении у водоема, мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Ну вообще, я считаю, сейчас рыбалка при такой погоде невозможна. Я думаю, за эту зиму мороза вообще практически не было. И каждый выход на лед – это огромная опасность. Сейчас очень такой специфический зимний период, поэтому я бы не советовала туда сейчас особо ходить. Вот в гомеле уже рыбак утонул. Потому что лед тонкий. Лед должен быть минимум 5 сантиметров, чтобы по нему можно было ходить. Это должна быть температура около минус 10. За всю зиму в гомеле такой температуры было пару дней. Сейчас вообще ни снега, ни льда. А вода холодная, тем не менее. Просто не выпуешь. Даже если очень хорошо умеешь плавать. Если идет судорога, все, ты утонешь. Скорее всего. Прежде всего нужно объяснить детям, как нужно себя вести, изучить правила безопасности. Мне кажется, подойти к этому вопросу серьезно, потому что это очень чревато последствиями. И стараться все-таки не валять дурака в общем. Если рядом с домом есть водоем, например, как в пятом микрорайоне озера, они выходят одни гуляться, и голову стукнет, и пойдут. Не надо ходить на лед. Пропагандировать в школе детям, категорически, я как раз педагог, категорически на лед, не вы вообще увидели лед, даже не подходить. И родителей ответственность должна быть очень высокая. Контролировать своего ребенка, чтобы он был только рядом с родителями, тем более зимой. Почему ребенок находится на льду, вообще около льда, без родителей, для меня это вообще непонятно. Вот вообще непонятно, где мама с папой, почему ребенок около льда находится вообще. Ну и, конечно, что еще, беречь себя. Вот такие мнения гамильчан. Как вы их оцениваете, что можете добавить? Могу добавить то, что девушка сказала, что лед, если 5 сантиметров, то уже можно выходить на лед. Лед, даже если 10-15 сантиметров, он не везде однозначно безопасен. Он неравномерно замерзает. Есть такие впадения речушек каких-то, где-то канализация, где-то впадает. А даже цвет льда и то влияет на его прочность. Поэтому я советую родителям ни в коем случае не отпускать одних детей к водоемам, какие бы они ни были технические водоемы, или это реки, озера, ни в коем случае одних не отпускать к водоему, чтобы они игрались. А если родители хотят, или взрослые хотят организовать какие-то игры на льду, то они обязательно должны пригласить сотрудников АСВОД, сотрудников МЧС, чтобы те обследовали и установили, что действительно в этом месте безопасно проводить какие-то игры, катания на коньках или лыжах. И только тогда заниматься этим отдыхом у воды и на льду. Был такой случай, когда взрослые взяли ребенка с собой, рыбаки, на лед, шли целой компанией, один за одним, порыбачили. Потом ребенку стало несовершеннолетним, стало прокладно, неинтересно, уже рыба плохо клевала. И он говорит, я пойду домой. Они его отпустили. Отпустили ребенка одного домой. В деревне недалеко было, кажется, она даже выдна была. Ребенок ушел. Когда рыбаки вернулись вечером домой, ребенка еще не было. Начались поиски, ребенок утонул. Он пошел, сокращая путь, не той тропинкой, как они двигались по льду, а пошел через камыши. А в камышах, естественно, еще раз всех обращаю внимание, какая-то растительность, если есть на воде, то там обязательно будет тоньше лед или вообще его не будет. Если вы когда-то замечали, когда идет придуха, замор рыбы, то даже нашей охраны природы растительного мира рекомендуют лунки сверлить и туда вставлять пучки вот этого камыша, чтобы дышала рыба. Значит, если камыш в естественных условиях находится, значит, там есть проталины, и человек может провалиться, не заметив по льдам, если еще присыпано снегом. Благодарю вас за беседу, был конструктивный разговор. Я надеюсь, что он был полезным нашим телезрителям. Спасибо вам. Будьте внимательны, не будьте равнодушны, берегите себя, мои дорогие. Берегите своих близких, счастья вам, взаимной любви и уважения друг к другу. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, видеорегистраторов и мобильных телефонов людей со всего мира. Сугробы где-то существуют. Если для белорусов снег становится экзотикой, то в Канаде это все еще обычное явление. Любопытное видео запечатлела камера наружного наблюдения одного из частных домов Ньюфонленда. Непогода принесла столько осадков, что крыльцо засыпало снегом по самую крышу. Ускоренное воспроизведение видеозаписи получилось весьма любопытным и зрелищным. Полет байкера в Новороссийске запечатлел видеорегистратор мотоциклиста. Мужчина ехал по главной, когда двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль неожиданно стал разворачиваться через сплошную с крайней правой полосы. Байкер пролетел метров 20 и приземлился навстречки. Мужчину спасло от смертельных травм, отсутствие на ней машин и специальный мотокостюм. А вот какой исход столкновения автобуса и грузовика. На пути у водителя, который перевозил пассажиров, оказался старенький Митсубиши. Удар был такой силы, что из кабины грузовика вывалилось лобовое стекло, а кузов сорвался с креплений. Водителю и пассажиру понадобилась помощь медиков. В промышленной зоне города Тамра в Израиле произошел мощный взрыв газа, в результате которого пострадали 4 человека. Один из них находился в больнице в критическом состоянии. Инцидент случился 20 января. Выяснением причин занимается полиция. Видео разошлось по интернету и активно обсуждается в сети. Внимательно посмотрите на эти кадры. Думаете, так бесцеремонно в Индии местные сантехники снимают старый умывальник? Ищут место соединения шлангов и смесителя? Тайник может быть. Но только не в этом случае. Это профессиональный змеелов раздолбил рукомойник, чтобы достать из него кобру. Рептилия забралась в полость умывальника ночью, а поутру стала шипеть на хозяев. Благо, обошлось без укусов. Змеелов достал гада при помощи специального инструмента. На сегодня все. Оставайтесь с нами и следите за происшествиями Гомельского региона вместе с Де Факто. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!